Привет! Меня зовут Алена Клименко, я преподаватель биологии. На моем канале мы разбираем коротко и без лишней воды все, что вам необходимо знать для ЕГЭ по биологии. Итак, тема сегодняшнего видео – это глаз. Поговорим про строение глаза. Обратите внимание на сам рисунок. Снаружи глаз покрыт белочной оболочкой. Белочная оболочка – это та самая белая часть глаза, которую мы видим. Но вот здесь спереди она становится прозрачной и представляет собой роговицу. Роговица должна быть прозрачной для того, чтобы свет мог через нее пройти беспрепятственно. Функция у белочной оболочки защитная. Под белочной оболочкой располагается сосудистая оболочка. Она здесь изображена красным цветом, не просто так. Дело в том, что сосудистая оболочка содержит в себе большое количество кровеносных сосудов, которые питают глаз. То есть они доставляют глазу питательные вещества. Передняя часть сосудистой оболочки преобразована в радужку. Это та самая цветная часть глаза, которую мы видим. У кого-то глаза зеленые, потому что у них зеленая радужка. У кого-то глаза карие, у кого-то голубые. И под сосудистой оболочкой располагается сетчатка. Здесь она изображена желтым цветом. Петчатка содержит в себе самую главную часть глаза. Это рецепторы, а именно фоторецепторы. Фото от слова фото. Это свет. В фоторецепторе бывают палочки и колбочки, но про них поподробнее чуть позже. Итак, как же свет проходит через глаз? На прозрачную роговицу падает свет. Например, вот здесь мы видим хвоточек. От цветочка отражается свет, и свет попадает нам в глаз. Свет сначала проходит через роговицу. Роговица должна быть прозрачной, чтобы не препятствовать проникновению света. Дальше идет передняя камера, заполненная такой интересной субстанцией, которая называется водянистая влага. Дальше свет проходит через зрачок. Зрачок – это самый центр радужки, он такой черный. В сути, это такое отверстие, через которое будет проходить свет внутрь глаза. Дальше свет попадает в хрусталик. Хрусталик преломляет свет. Он выполняет функцию линзы. И подобной линзе преломляет свет и фокусирует его на сетчатке. Но прежде чем свет попадет на сетчатку, он проходит через весь глаз. И он, весь глаз, заполнен, в общем-то, такой студенистым веществом, которое называется стекловидное тело. После того, как свет сфокусировался на сетчатке, его воспринимают рецепторы сетчатки или фоторецепторы, а именно палочки и колбочки. Дальше эти рецепторы преобразуют свет в нервный импульс. И этот нервный импульс проходит по зрительному нерву в головной мозг. Какой именно отдел? Правильно, в затылочную долю, в зрительный центр. Если вы этого еще не знаете, значит, вам нужно повторить нервную систему. Причем свет фокусируется именно на желтом, само изображение фокусируется на желтом пятне. Слепое пятно – это та часть сетчатки, на которую свет никогда не попадает. Обратите внимание на то, что хрусталик держится на специальных мышцах. Эти мышцы способны сжимать хрусталик или наоборот его расслаблять. Вот представьте, если мышца эта сокращается, эти мышцы сжимают хрусталик и он становится более округлым. Вот такое состояние хрусталика позволяет видеть нам вблизи. Когда мышцы расслабляются, хрусталик тоже расслабляется и вытягивается. Такое положение хрусталика позволяет видеть нам вдали. Более расслабленный вариант, конечно же, вот этот. И поэтому, когда мы смотрим вдаль, глаза отдыхают. И сразу вот я вспоминаю один из вопросов с ЕГЭ. Почему нельзя читать в транспорте? Дело в том, что когда мы едем в транспорте, все трясется, в том числе и книга, или эта тетрадь, которую вы читаете, соответственно, книга становится, оказывается, то дальше, то ближе, то дальше, то ближе от вашего глаза. И мышца эта начинает сокращаться, чтобы округлить хрусталик, чтобы вы могли увидеть книгу при приближении, и расслабляться, когда книга отдаляется. И этот процесс сокращения и расслабления мышцы хрусталика постоянно чередуется. Соответственно, очень быстро утомляется эта мышца, и в конце концов это может привести к ее истощению. Вот такая вот проблема возникает, поэтому читать в транспорте не рекомендуется. Теперь поговорим поподробнее про палочки и колбочки. Палочки отвечают за сумеречное зрение, то есть это рецепторы, которые воспринимают свет в сумерках, когда темно, также за черно-белое зрение. Колбочки отвечают за цветное зрение или дневное. Если вы боитесь это перепутать, то запомните такую фразу. Ночью я хожу с палочкой. И тогда вы не перепутаете, что в темноте, в сумерках активны палочки. Также глаза имеют вспомогательный аппарат глаз. Это та часть, которая не принимает участие в самом восприятии изображения, но вообще помогает глазу существовать комфортно. Это слезный аппарат. Представлен слезной железой, которая выделяет слезу под верхний век. Слеза смачивает глаз, увлажняет роговицу, омывает глаз. Также обладает бактерицидным действием. Далее слеза стекает, попадает в слезные протоки, и стекает по слезному каналу полость носа. Поэтому, когда мы плачем, то и полный нос сопли. Кажется, казалось бы, сопли. Это на самом деле слезы в носу. Слезовыделение рефлекторно усиливается при раздражении роговицы. То есть, если ткнуть в глаз, в роговицу, то усилится выделение слезы. Также двигательный аппарат глаза представлен тремя парами мышц, которые обеспечивают движение глазного яблока. Это в стороны, вверх и вниз. Причем, обратите внимание, что мышцы должны быть развиты симметрично. Если мышцы одного глаза напрягаются сильнее, чем мышцы другого глаза, то это может привести к косоглазию. И имеются такие защитные образования, как брови. Брови защищают, казалось бы, от чего? От пота. Когда человек потеет, пот стекает по лбу, и вместо того, чтобы стекать сразу в глаза, по бровям могут стекать в сторону. Веки. Веки защищают глаза от пересыхания, от ветра, от пыли, и вообще от любых других механических повреждений. Поэтому, если вокруг, возле глаза имеется какая-то опасность, глаза рефлекторно закрываются. Веками. И также вокруг глаза имеются ресницы, которые задерживают пыль или другие мелкие части. То есть функция тоже защитна. Также на ЭГЭ периодически спрашивают различные нарушения зрения, в том числе и такие, как нарушение остроты зрения. Это, например, близорукость, когда человек хорошо видит в руки, но плохо видит вдали. При близорукости изображение, максимально четкое изображение, фокусируется перед сетчаткой. При этом глазное яблоко имеет удлиненную форму. При дальнозоркости изображение фокусируется за сетчаткой. Глазное яблоко при этом укороченное. Обратите внимание, как все выглядит при нормальном зрении. При нормальном зрении максимально четкое изображение формируется на сетчатке. Изображение формируется на самой сетчатке. Не дальше, не ближе, а именно на сетчатке. Еще одно нарушение зрения это дальтонизм или цветовая слепота, когда человек плохо различает цвета, либо не различает их совсем. Вот на этом рисунке изображен тест по определению дальтонизма. Люди, страдающие дальтонизмом, не могут увидеть цифры среди всех этих цветных шариков. Можете, кстати, если вам хорошо видно, себя проверить. Если вы видите все цифры, то у вас нет дальтонизма. Надеюсь, вам мое видео оказалось полезным и вы смогли повторить эту тему либо выучить ее. Тогда ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и смотрите новые видео, которые помогут вам изучить биологию. Пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok